здравствуйте мои хорошие к сожалению сегодня тема видео абсолютно не будет касаться похудения я откровенно говоря в принципе не планировала в ближайшее время ничего снимать для этого канала но вижу что очень много моих подписчиков как и канала захотеть похудеть так и канала лилия франц спрашивают как обстоят дела что что происходит как мы смогли выехать или не смогли выехать мы находимся здесь мы находимся в украине в городе суммы ситуация очень сложная выехать мы не успели город окружена выезда из города закрыты вчера днем в городе проезжали танки ну не дай бог конечно оказаться в такой ситуации скажу откровенно что да практически никто до самого последнего момента не верил что такое возможно что это может произойти мы уже вторые сутки не спим как только все это началось и могу сказать что самое страшное это ночь этой ночью что происходило в киеве я даже очень сложно говорить очень сложно принимать эту ситуацию я сегодня утром сделала видео на другой канал и вижу что комментарии конечно разнообразные многие люди возможно никого не хочу осуждать я никого не хочу обсуждать просто кто никогда и как я до этого момента не был вот так уж то вот в таком ужасе вот таком кошмаре это сложно понять плюс наверное нет достаточной информации потому что когда пишут что у вас все нормально у вас все хорошо никто там живые дома не трогает достаточно видео того что происходило сегодня ночью в киеве и война она не выбирает этот объект или этот объект и это ужасно это просто ужасно я не знаю когда дай бог что будет интернет я не знаю когда возобновлять буду тематический контент этого канала потому что сами прекрасно понимаете сейчас абсолютно не то время не то настроение и не те задачи не те цели которые у нормальных людей в нормальное мирное время я очень надеюсь что скорее бы все это закончилось но я не знаю я не политик я не военный я такой же как и и миллионы украинцев мирных жителей которые верили что такого ужаса не произойдет что все возможно решить мирным путем и мирные люди абсолютно не виноваты очень мне непонятные комментарии но опять же это люди скорее всего которые знают ситуацию как бы из одних источников и незнакомые с реальностью что касается донбасса в суммах очень много переселенцев и как бы о том что и как там происходило я знаю не из новостей не из каких-то публикации а естественно вот от этих людей которые вынуждены были оттуда уехать мы никого не просили нас не освобождать не не тем более не просили того что сейчас происходит на заложники ситуации и как все обернется как все будет никто на данный момент даже предположить не может очень страшно очень но я даже не узнаете я не могу вам передать когда ты смотришь какие-то фильмы где там идут взрывы где идут там какие-то бои и когда это происходит в реальности и когда тебе приходится набирать воду когда тебе приходится собирать и рюкзаки с водой с медикаментами с какими-то теплыми вещами когда у тебя на руках 80 летняя больная женщина это моя мама и плюс маленький ребенок это очень сложно некоторые обсуждают меня за то что нужно было уехать заранее что у вас предупреждали вам говорили никогда не хочется верить в худшее осудить человека и сказать вот я бы я бы то это намного проще чем жить вот его жизнью и быть на его месте несмотря на то что в городе ситуация очень напряженная люди стараются держаться в домах все еще есть свет все еще есть горячая и холодная вода отопление конечно вчера были очень большие очереди возле банкоматов большие очереди в магазинах буквально за несколько до час-два наверное я была в магазине уже хлеба не было с маленькими детками кто успел рано-рано утром это буквально как все это началось в 5 6 7 утра и кто успел люди по выезжали в села кто-то в другие места те кто уже выезжали позже где-то в обед они вернулись поскольку где-то в середине дня уже танки были в городе и людям но не было возможности выехать конечно как когда ты все это наблюдаешь издалека когда ты не здесь когда ты не вот в этой вот реальности в которой мы сейчас находимся это сложно сложно принять сложно понять многие говорят что что там это по комментариям если хотите можете пройти я оставлю ссылку на это видео читаете что там люди пишут что мирных не трогают и дома ничего там не целятся но к сожалению к огромному сожалению это неправда поскольку и официальные источники и люди очевидцы которые были в киеве люди которые там живут показывали девятиэтажку в которую попали осколки что загорается опять же это 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 война это это не это не просто какие-то там действия которые ты можешь выбирать вот это можно а это нельзя здесь никто ни от чего не застрахован и но это очень тяжело это очень сложно и дай бог нам всем сил терпения выдержки и конечно же чтобы все это поскорее закончилось потому что но это это просто это просто невозможно стараемся держаться стараемся верить что-то хорошее оставаться на каком-то таком позитивном настроении но скажу откровенно в любом случае бывают такие моменты что ну как просто есть не хочется пить не хочется спать не хочется что зайду вот чтобы не огорчать своих родных близких так вот поплачу но от слезами не поможешь ли это все прекрасно понимаю это 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 то что происходит это вообще это уму непостижимо меня много подписчиков из разных стран и я буквально в первые сутки у меня даже не было возможности не отвечать очень много пришло писем очень много и на этом канале на том канале вышла прислали комментарии спрашивали что как к чему почему я у меня нет ответов на эти вопросы я конечно буду обещаю что пропадать я не буду пока будет интернет пока будет возможности пусть даже не про похудения но я буду держать вас в курсе поскольку вот так вот сейчас отвечать очень много писем приходит огромное вам спасибо за то что вы пусть даже на расстоянии поддерживаете находите время пишите добрые слова сочувствуете понимаете что именно происходит опять же хочу сказать что простите я не осуждаю людей которые пишут неправдивую информацию это только потому что они не знают реальности мы здесь мы на месте мы все это видим и у нас со вчерашнего дня со второй половины и до сегодняшнего утра были бои были слышны и выстрелы но это это абсолютно не то о чем бы я хотела говорить потому что потому что этого быть не должно этого просто не должно быть опять же всем огромное спасибо за то что вы со мной всем огромное спасибо за слова вашей поддержки дай бог нам мира терпения и сил